Сейчас будем хулиганить. Я действительно недавно понаехал. Просто первое стихотворение, с которым я хочу начать, у него есть небольшая предыстория. Когда в Узбекистане, Ташкете, в посольстве я оформил документы для выезда, мне сказали, а жена у меня является гражданкой Российской Федерации. Мне сказали, что для того, чтобы получить гражданство по жене, нужно доказать неэффективность брака. Да, я вот, как бы, поэтому стихотворение называется «Российское гражданство». Оно хулиганское. Ну, нормально. Билет. Воздушное пространство. Улыбки милых стюардесс. Багаж. Подача на гражданство. Майор российской ФМС. Стремление к даче пошлой взятки. Ответ. Цитаты из УК. Давно женаты. Три десятка. Ребенок. Есть. Один пока. Процесс супружеских соитий продемонстрируете тут. Чем негативность подтвердите? А то гражданство не дадут. Вы здесь нужны, как летом санки, как в слове «попа» мягкий знак. Иметь российскую гражданку мы не позволим просто так. Забыты ложные припоны. В руинах ханжества стена. Ее оргазменные стоны. Моя кровавая спина. Волшебный ключ к заветной двери почти в кармане был уже. Но Станиславская не верю. Сожгло мечту на ПМЖ. Не может муж вот так вот плитко. А что касается жены... Короче, вам еще попытка, потом валите из страны. Угасла ниточка накала. Представ в обличии ином, я стал пассивнее, чем коаула. Жена прикинулась бревном. Куда-то что-то извергая, телесно будучи ногой, спросил. Нормально, дорогая? Ну, как обычно, дорогой. Вот так вот мнишь себя букашкой, а глотка сидится кричать. Майор привстал, надел фуражку, достал в угловую печать. Боец законности и права вонзил ее промеж страниц. Какая странная забава пересечения границ. АПЛОДИСМЕНТЫ